Скверная кончина Наблюдая за многими на их смертном адре, ты видишь, что они лишаются благой кончины в наказание за их скверное деяние. Абу Мухаммад Абдуль-Хак ибн Абдул-Рахман Алишбили, да помилует его Аллах, сказал «И знай, что у скверной кончины, да убережет нас Аллах от нее, есть причины, пути и врата, величайшими из которых является чрезмерная привязанность к мирскому, сопровождаемая отстраненностью от мира вечного, а также дерзость в ослушании Всевышнего Аллаха. Бывает, что человека одолевает какой-нибудь грех, разновидность ослушания, некое проявление отстраненности от мира вечного и некая доля дерзости в ослушании. Они завладевают его сердцем, и пленив его разум, гасят его свет и закрывают его покровами, после чего ему уже не приносят пользы напоминания и наставления. И смерть может застать его в таком положении. И он услышит воззвание издалека, но не поймет сути его. И даже если взывающий станет повторять ему, тот все равно не сможет понять его. И он сказал, рассказывают, что к одному из приближенных халифа Ан-Насыра пришла смерть, и его сын стал говорить ему, скажи, нет божества, кроме Аллаха. А тот сказал, Ан-Насыр мой господин. Сын повторил свои слова, а этот человек снова сказал то же самое. Затем он впал в забытье, а очнувшись сказал, Ан-Насыр мой господин. И так и продолжалось. Каждый раз, когда его побуждали сказать, нет божества, кроме Аллаха, он говорил, Ан-Насыр мой господин. Затем он сказал сыну, поистине Ан-Насыр знает тебя по мечу твоему, так что убивай, убивай. Сказав это, он умер. Абдуль-Хак сказал, а одному из тех, кого я знал, сказали, скажи, нет божества, кроме Аллаха. А тот сказал, почините в таком-то доме то-то, сделайте в таком-то саду то-то. И он сказал, что одному человеку сказали перед смертью, нет божества, кроме Аллаха. А он стал повторять, как пройти к баням Манджаба. А суть этой истории в том, что один человек стоял у двери своего дома, а дверь его была очень похожа на дверь бани, и мимо него проходила красивая девушка. Она спросила, как пройти к баням Манджаба. Он ответил, вот бани Манджаба, и указал на свой дом. Она вошла в дом, и он вошел за ней. Обнаружив, что оказалась не в бане, а в доме вместе с этим мужчиной, она поняла, что он обманул ее. Тогда она сделала вид, что рада тому, что попала сюда, и осталась наедине с ним в этом доме. И сказала ему, нам нужны вещи, чтобы нам было удобно жить здесь, и чтобы они радовали наш взор. И хорошо будет, если ты принесешь что-нибудь поесть. Он сказал ей, я сейчас же принесу тебе все, чего ты желаешь. И он вышел, оставив дверь незапертой. Купив то, что нужно, он вернулся и обнаружил, что она сбежала, ничего не взяв из его дома. Безумно влюбленный в нее, он постоянно вспоминал и горевал по ней, и ходил по улицам стеная, вот бы мне встретилась та, что устало спросила, как мне пройти к баням Манджаба. Прошло несколько месяцев, и однажды он услышал, как в ответ на его причитание, сверху из окон какого-то дома раздался голос девушки, ответивший ему, отчего же ты, поймав ее в селок, дверь за ней не запер на замок. И любовь его и безумие усилились еще больше после этих слов, и он пребывал в таком состоянии до тех пор, пока не умер, повторяя упомянутые слова. Как-то Суфьяна Саури плакал всю ночь до утра, а утром его спросили, все это из-за боязни грехов? Тогда он взял горсть земли и сказал, «Грехи значат меньше, чем это. Поистине я плачу, потому что боюсь скверной кончины». Это относится к признакам глубокого понимания религии, когда человек боится, что перед смертью грехи оставят его в скверном положении, и он будет лишен благой кончины. Когда Абуаддарда, да будет доволен им Аллах, лежал при смерти, он то терял сознание, то снова приходил в себя. Читая при этом, мы отворачиваем их сердца и взоры, так что им не приносят пользы знамения Аллаха, и они не веруют в них, поскольку они не уверовали в Коран в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном нечестии. Сура Скотт, аят 110, передал Ахмад. Поэтому наши праведные предшественники боялись, что грехи станут препятствием для благой кончины. Абдуль-Хак Калишбили сказал, «И знай, что скверной кончины не может быть у того, кто следовал прямым путем внешне и был праведным внутренне. О подобном никто не слышал и не знает, и хвала Аллаху. Скверная кончина бывает у того, у кого имеются неправильные убеждения, либо он упорствует в совершении тяжких грехов, и совершает весьма скверные деяния. Все это может одолеть его, и смерть придет к нему, прежде чем он раскается, и заберет его, прежде чем он успеет что-то исправить, и его не станет прежде, чем он успеет вернуться к покорности Аллаху, и шайтану удастся одолеть его вот так, внезапно, и схватить, застав врасплох. И да убережет нас Аллах от этого. И он сказал, что рассказывают, что в Египте был один человек, который много времени проводил в мечети, произнося азан и совершая молитву. И на лице его лежала печать покорности Аллаху, и свет поклонения озарял его. Однажды он по своему обыкновению поднялся на минорет. А внизу был дом какого-то христианина. Посмотрев вниз, он увидел дочь хозяина дома, и очарованный не стал произносить азан, а спустился и вошел к ней в дом. Она спросила, что с тобой, чего ты хочешь? Он ответил, мне нужна ты. Она спросила, зачем? Он ответил, ты лишила меня рассудка и пленила мое сердце. Она сказала, я никогда не соглашусь на прелюбодеяние. Он сказал, тогда я женюсь на тебе. Она сказала, ты мусульманин, а я христианка, и отец не выдаст меня за тебя. Он сказал, тогда я приму христианство. Она сказала, если ты сделаешь это, тогда я согласна. И этот человек принял христианство и переселился в их дом. В тот же день, поднявшись на крышу дома, он сорвался оттуда и погиб. Он не получил то, к чему стремился, и при этом лишился своей религии.